Будем считать, что это в эфире Шереметы Жентос, правда без Жентоса. В общем, новость не очень хорошая, хотя для кого как. В общем, не будет больше Шереметы Жентоса, может быть пару недель. А может быть и меньше, а может быть и больше. В общем, очередная блокировка, причем теперь уже основного нашего ресурса и смысл в прямых трансляциях теряется. То есть работать на аудиторию, которая собирается на прямых трансляциях, на стримах 50, 60, 70, 80, в пиках 100 человек, нам абсолютно бессмысленно. Все это мы сразу после этого или дробили на части, или целиком весь стрим загружали на основной наш ресурс ТАУ и КБ. Ну, короче, его заблокировал Ютуб. Опять за то же самое практически, ну практически то же самое. Ну сейчас вообще уже сплошной волонтуаризм. Ну что сделаешь? Это американский ресурс. У них свои есть правила. Это транснациональная компания Google, которая встроена во все транснациональные механизмы планеты Земля. Что тут нам дергаться? В общем, заблокировали нас в очередной раз. То есть запасные наши каналы ТАУ и КБ-3, на котором проходил стрим, никто не блокировал. Самое смешное, что ТАУ и КБ-2, который был до этого, на котором мы делали прямые трансляции, он тоже вдруг оказался разблокирован. Хотя мы даже не успели протест написать на этот страйк, в результате которого мы были поражены в правах, ну, на право прямых трансляций. Что-то взяло, вдруг все исправилось. Если вы помните, нас блокировали за буквально неделю или там полторы назад. За что же нас заблокировали-то? Дайте бог спорят. А, мы одного мелкого оппозиционера националистического и чуть ли не фашистского толка назвали пидорасом. Оказалось, нельзя. Ну, короче, слушайте, что нам прислал. Как вы, наверное, знаете, весь контент на YouTube должен соответствовать нашим принципам сообщества. Ну, в общем-то, разумно. Ваше видео, цитата, гомиками не рождаются новые доказательства ученых, только 18 плюс, конец цитаты, было отмечено как недопустимое. Мы проверили его и обнаружили, что оно нарушает наши правила. Ну, никто, конечно, ничего не проверял. То есть, это механизм, робот, компьютерная программа, все эти вещи проверяют. Что она там проверяет? В связи с этим мы были вынуждены удалить ролик и вынести вам предупреждение о нарушении принципов сообщества. В общем, мы заблокировали на две недели наш основной канал. То есть, ролики на нем вы можете смотреть. Но и мы на нем можем что-то даже делать. Но выкладывать новые ролики на наш основной канал, того и к бы мы не можем. Поэтому, ну, всякий смысл в Шереметель-Жемтосе теряется. То есть, мы там выкладывали там тысячи и тысячи, а иногда и десятки тысячи людей смотрели в записи уже. Ну, нас это, в принципе, устраивает. Ну, понятно, небольшая аудитория, но тем не менее, хоть какая-то. Ну, сейчас ради 50-100 человек мы как бы не готовы. Поэтому, наверное, перерыв на пару недель. Что они тут пишут? Мы защищаем право, ну, то есть, меня, наш пользователь, свободно выражать свою точку зрения. То есть, мы свободно с Жемтосом выражали свою точку зрения, даже если она отличается от общепринятой точки. Вместе с тем, мы не терпим проявления ненависти. Иногда грань между тем, что допустимо, а что нетрудно различить. Ну, YouTube с помощью своих компьютерных программ различил. Вот. Ну, и далее. Это второе ваше предупреждение за три месяца. Поэтому мы временно заблокировали ваш аккаунт. Если в течение двух недель вы не допустите новых нарушений, блокировка будет снята. Ну, то есть, наверное, через пару недель мы возобновим. Хотя, будем сейчас писать опровержение, потому что блокировка смехотворна. Там, на самом деле, был достаточно серьезный разговор. Без хуев, без бледей, без пидоров и пистарасов. Мы, на самом деле, чем занимались? Мы цитировали научные исследования американского профессора Техасского университета в Остине. Марк Регнерус. Профессор американский. Вот. Какое исследование мы его цитировали? Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополное отношение? Ну, не совсем корректный перевод, мне кажется. Название его научной диссертации, научной работы. Скорее, это называется «Как складываются жизненные обстоятельства подросших детей, воспитанных с детства в однополых семьях?» В гомосексуальных или лесбийских семьях. Ну, очень интересное исследование. Может, кто-то помнит. В общем, не очень хорошо у всего этих людей. Складывается вот. Без хуев, без бледей. Никто там никого не оскорблял. Нас заблокировали только за попытки процитировать легальную работу американского профессора. На него начались страшные гонения после того, как в 2010-м еще году, 7 лет назад он опубликовал свою работу. Его пытались посадить. Эту работу пытались запретить. Ну, кто? Гомосексуальное лобби пыталось запретить. То есть, писали какие-то заявления. Натравливали научный мир. И научный мир даже натравливался. И профессора его травили. Но Техасский университет в Остене назначил комиссию, разобрался и признал эту работу абсолютно научной. И вот за то, что мы какие-то выжимки из-за этой работы цитировали, нас заблокировали. Ну, представьте. Ну, что я по этому поводу сказать? Ну, да. Американская площадка. Что хотят, то воротят. Ну, это к вопросу о пресловутом, ну, это смешно, конечно, это слишком мелкое название. Голубой лобби, там, голубой профсоюз. Конечно, какой там голубой лобби? Это глобальная уже практически корпорация, встроенная в транснациональные механизмы, управляющие миром. Ну, мы даже делали на этом целом ряд репортажей. Существует огромное количество книг, статей, фильмов на ютубе. Погуглите. То есть, значительная часть, мировая элита, и американская, и английская, и европейская, и транснациональная элита, они состоят, да даже не... Ну, это не то слово, слишком мелко в сатанинских сектах. Скорее, в сатанинской тайной религии. Секты это слишком мелко, это как-то, ну, что-то как-то непонятно. Тут глобальная сатанинская подпольная религия, в которой состоит огромное количество, в том числе и католических церковных иерархов, самых высших. Начиная с кардиналов. Чем они сопровождаются? Ну, поклоняются сатане, и все это сопровождается ритуальными изнасилования детей, и даже, судя по всему, убийствами этих детей и жертвоприношениями. Ну, естественно, идет глобальная зачистка. Бьют вот так по рукам. Нет, дать это все дело процитировать. Ну, короче, ответ мы напишем. Скорее всего, все в силе останется. В общем, смотрите наши старые архивные ролики на нашем основном канале ТАУ ЕКБ. Ну, эти запасные каналы пока полежат. Там очень незначительное количество подписчиков, и ради незначительного количества людей мы привыкли работать с миллионами. Ну, не знаю, прощаюсь с вами на день, на два, или все-таки на две недели. Пока.